Караритетная советская площадка связанная. Подружка никак нам не дает покататься. На бывшей центральной площади центрального вокзал, куда приезжали автобусы из России. И сейчас с сыном пойдем полазим по главной заброске Гага. Бывший центральный универмаг. Вот мы на крыше бывшего центрального универмага. Сейчас издействующего, здесь только антенна одной из сотовых компаний. Вот это остатки креплений, на которых был написан универмаг Гагры, Абхазия. Мы видим такие виды на море, на площадь, где маршрутки разворачиваются. Видите, тут тоже фонтан. Когда-то работающие кафешки. Вот здесь станция железнодорожная, куда люди впервые высаживаются у Гагры. Он старый еще получается, ведь этот объект еще с старских времен. И туда ущелье уходит. Еще на одну лестницу нашли. Теперь по ней спускаемся, изучаем граффити древнего центрального универмага. Гагры. Арматуры видно? Ну, тут просто разобрали вот такую вот плитку. Конечно, это же бетонная плита, можно ходить. Да. Болела ЦСКА, здесь тоже оставили свой знак. Заходим в темную составляющую. Что же здесь было? Прачечная, судя по... Это, видимо, тут был туалет. Видишь, сколько плитки? Плитка, да. Видишь, какая плитка? Мы в парке Гагры. Вы посмотрите просто, какая шикарная здесь мозаика. Вот. А этот дворец, который размешается над парком. Сын пошел смотреть. Это, видимо, как детская площадка раньше использовала. Но это же вот каждую эту мозаику необходимо было руками прикрепить. Вот что тут все. Такое место вообще есть где-нибудь, чего будешь на Советском Союзе красочное? Вот так вот сильно кричат цикады у нас здесь, в самом въезде в Гагры. Когда проезжаешь даже на машине, даже с включенной музыкой, они перекрикают включенную музыку в аудиоколонках. Шоу возмущался, что с тех пор, когда дети еще были маленькие, мы сюда ездили лет пять назад, ничего не изменилось. Да нет, вот смотрите, дорожка новая здесь заложена. Даже два года назад ее не было. Ребята, вы слышите, что эти цикады здесь вытворяют? Мы вот с сыном идем, просто глохнем. О, гигантское дерево завалено просто метров пятьдесят больше, наверное, длиной. Раритет такой реликтовый. Поставили водичку. Стоит все очень хлипко. Ну, к тому же еще и пока еще так же хлипко работает. Водичка не идет. Сына, мы думаем, что же это такое за страшная штука. Это скамья для кормления и ухода за ребенком. То есть маме нужно... Ну, идея хорошая. Вон туда зайти и там достать свою грудь и накормить ребенка. Здорово. Вот прудик, где мама купается у ребенка. Он недовольно бежит за ней. Кстати, здесь, в этих трудах вроде бы водятся огромные карпы. Вот самое большое озеро, здесь в парке, где Геракл трую запускает в небо, а там вон даже вдали находятся реликтовые бамбуки. Мы подходим к зданию старой канатной дороги. Она уже не функционирует, но кабинка два года еще назад висела. Вон провода проходят. Здесь где-то висела последняя кабинка канатной дороги. А вот здесь вот люди проходили, оплачивали и садились. И вот она, советская канатная дорога старинная. И нашли мы-то, наконец, свой подземный поход. И сейчас пойдем в гостиницу, которая красными крышами украшает Гагру на въезде. Увидели с Николаем вот такую нестандартную конструкцию. Не буду гадать. Я здесь был два года назад. Это лифт. Сейчас проверим его работоспособность в настоящий момент. Лифт работает. И вот такие виды открываются катающимся на лифтах. Море с одной стороны, море с другой стороны. И все новые Гагры там получаются. Как раз вот смотри отсюда свои бинокли. Тут стоянка. И вот по этому мостику от лифта проходим в эту прекрасную гостиницу советской эпохи. Даже сейчас как она смотрится с крыла. А количество камней с автографами здесь становится прям просто в разы больше. Ну вот наш первый день пребывания в Абхазии. Сегодня мы поселились. Тот день, конечно, был у нас не из легких, потому что благодаря моему гиганту мужу мы преодолели, конечно, эту ночь. Дорога вместо десяти часов, которые нам предлагал Гугл, заняло у нас практически тридцать. Это было бесконечное стояние в пробках, на горячем ключе, перед джубгой. И потом в каждом фактически населенном пункте. Это было просто невыносимо и очень тяжело. Но вот она у меня умница умела это сделать. Я ее проспала. Но это все равно очень тяжело физически. Поселились мы в Жейкварском ущелье, в отеле Рид. Мы его когда-то тоже посмотрели у блогеров. На самом деле информации о нем очень мало. Отель замечательный, чистенький, новенький. Ремонт хороший, бассейн приятный. Но далековато от моря. Пройти по Жейкварскому ущелью до вот этой площади, где разрушенный ЦУМ заняло минут семь. Таким неспешным шагом. Ну и дальше собственно говоря уже вдоль моря можно идти туда, куда нам хочется. Тут есть отель Sunrise, у которого есть снежаки, которые относят к нашему отелю. Мы делим территорию пляжа вместе. И если идти налево, то там как раз будет все остальные рестораны. Вот туда мы и направляемся. Если выйти из площадки от разрушенного ЦУМа, вот с той стороны как раз будет указатель Sunrise. Мы пока еще туда не проходили. Но море уже отсюда видно. А мы пойдем пока в ту сторону, поищем где поужина. Заходим в ресторан на Баата. Но не для того, чтобы там поужинать. Мы его проходим просто. Здесь он находится прямо на обходной улице. Мы к морю подходим. Видите, какие здесь горы, тучи, которые сползают в море. Тут прямо из планады народ гуляет как по набережной. По нашему пирсу уходит туда, к маяку. Возвращается дальше, выбирает место для ужина. Встретили закат. Пофоткались. Можно ужинать. Что ты сегодня нам приготовила? Пельмени? Пока планирую мясо Папхаспи, Чепур и Диаскурия настаиваются там. Ну хорошо. Теперь самое интересное. Видео. Видео в вечерней набережной. Сейчас в моем семейце проходит первый из кафе, которые после пирса в веранду. Сама набережная преображается с каждым водом. Видите, появилась брусчатка, освещение. Метров 300 по шуму цикад проходим. Пока кафешек нет. Ну, хорошая, уютная набережная. Днем по ней идти, конечно, не совсем уютно, жарко. А сейчас вот самое то. Видите цвета, какие получают на съемках. Зашли по озеру, к самому большому парке. И здесь находится кафе жилой музыки. Бум. Здесь, возможно, остановимся. Делимся нашими первыми впечатлениями об Абхазии. Ника. Я играю в тюрьму с Колей. Коленька. Мне плохо. А мне хорошо. Я играю в тюрьму. Любимой девочке я имя написал. Не трапил я меня морочу. В ней печень. Смотрите, какие ангелочки у нас на танцполе. Шикарно. Может, это песня для вас специальная песня? Девочки тут просто. Мы проходили и решили танцевать. Все в ауте. Пока мы танцевали и смотрели, как танцуют молодые ребята и взрослые девочки, нам принесли вкусняшки. Посмотрите, какая подача восточного кофе здесь. Кафе Бум. У нас квест. Мы всей семьей идем искать Мишку. Мишка уже около 60 лет. То есть у нас родственник с ним снимался в тысяча... Папа, мой родственник. Да, в 60 в каком-то году. Вот мы его сейчас найдем. Устатки от моего здания заключались в Гагре. Древней абхазской крепости Абата. Сейчас на этом месте находится шикарный отель и ресторан. Но часть стен осталась. И они так плавно включены в интерьер новых построек. Какая красотища рук тогда еще молодого архитектора Церетели. Он еще был неизвестный. Из Тбилиси приехал сюда все это собирать и унес. Получилось то, что теперь может стать со временем кривической архитектурной диковинкой города Гагры. Мозаичный лабиринт. Доченька, а вот это что за такое, знаешь? Замок. Замок кого? Принца Альдинбургского. Да, это тот товарищ, который сделал из болотистых Гагров тот курорт, который теперь здесь существует. Так круто было, когда я сегодня был тебе головой об камне и желал. Да, сегодня отличные волны. И волнение. Смотреть фото 30-летней давности, 40-летней давности. Стрелка аппарата. Посмотрите, как преображается вечером набережная Гагров. Много людей. Свет заходящего солнца украшает прекрасную гору Мамзышко. А остальные, которые окружают и вплотную приближают город к морю. А вот мы и зимний вечер в Гаграх дошли до Колоннады. Вот здесь фотографируют с ежиками, птичками, обезьянками. Колоннада это, да, отель? Ресторан. Ресторан. Вот такой пляж у них прикольненький. И качельки такие классные. С качельки. Давай посыпленим и сангу. А вот такой здесь еще сад кафе красивый. В лучах заходящего солнышка. С кафешками тут порядок в Гаграх. Так что и сытыми будете, и есть что пофотографировать и снимать. Тогда придли к смертным местам. Если не борется,sei пилот, переклюсь. Моген, сходировать. Пην, цепи. Рецепта. Прямая хорошая смертной местам. Так Desdecorия. Вирус, потрогаем к выClass.